Суть в том, что центробанки являются скамом. Ясно? Друзья, спасибо всем, кто присоединяется к нашему сообществу. И мы сейчас перейдем к этому видео. Ну, буквально минуту я хочу сказать по рынку для тех, кто торгует. Значит, биткоин у нас, смотрите, все еще тестирует сетку SuperGupy. Она, кстати, в моменте на дневке уже становится серая, что говорит о локальной коррекции. И также мы тестируем вот эту потенциальную трендовую, которую, конечно, сложно назвать идеальной, но тем не менее. Также мы находимся все еще выше вот этого мувинга. Это у нас 200-я ямашка на дневке. Соответственно, это уровень 27200. Мы все еще можем туда дипануть, ребята, поэтому будьте бдительны сейчас. Но оно и неудивительно, в принципе, друзья, потому что DXY, индекс доллара, у нас с вами пробил сопротивление и пошел дальше наверх. Вот мы и видим сейчас коррекцию по всем рынкам. Но я думаю, это не что иное, как отличный заходной нам сейчас дают с вами. Поэтому я продолжаю накапливать лонг позиции на Bybit. Для тех, кто не знает, сейчас идет турнир WSOT. И наша команда показывает очень хороший P&L, ребята, 50% практически. Респект всем, кто участвует. Я вчера немного налосил, признаюсь честно. И попозже выйду в стрим, расскажу об этом подробно. У меня смыло пару позиций небольших. И я закрыл некоторые убытки. Но это часть трейдинга. Надо понимать, что если вы меня смотрите внимательно, то вы, наверное, видели, что у нас были очень хорошие трейды по XRP, по Bitcoin Cash, по аудио, да и по Bitcoin с эфиром тоже в этом цикле. Поэтому ничто не бывает постоянно. И надо быть готовым к тому, что вы будете так же лосить. Поэтому мои убытки, они, конечно, большие. И я их понес по неосторожности. Но, тем не менее, они меньше, чем прибыль. И это самое главное, друзья. Но, тем не менее, если вы посмотрите на график на недельках, то вы видите, что мы сидим на очень важном уровне. Это плюс-минус 30 тысяч. Это предыдущее дно и поддержка. И также это предыдущее сопротивление. Поэтому, если сейчас Bitcoin закрепится здесь, друзья, то я думаю, что начнется просто безоткатный рост. И на 40 тысячах мы не остановимся, поскольку просто посмотрите за другими рынками. Посмотрите за инфляцией. Посмотрите за тем, что творят центробанки. Так что... Ну что, давайте посмотрим, что происходит в Аргентине в замечательном исполнении от Ivan on Tech. О, да, друзья, добро пожаловать в очередной эпизод. И сегодня мы с вами поговорим о том, что, возможно, Аргентина перейдет, вероятно, быстрее на биткоин, чем мы думаем. Как вы знаете, в Аргентине сейчас происходят президентские выборы. И в настоящий момент кандидат, который лидирует, Хавьер, которого вы сейчас видите на ваших экранах, можно сказать, является биткоин-максималистом. Он говорит, он говорит, что центробанки — это все скам. Он говорит, что биткоин является решением против скама центробанков. Я никогда не слышал, чтобы лидирующий кандидат в президенты когда-либо такое говорил. И сейчас это становится большим трендом. Когда биткоин становится политической силой. И вы знаете, мы об этом говорили несколько месяцев назад. Если мы также посмотрим и на американские выборы, то многие кандидаты в президенты, которые являются новичками, яркими, воодушевленными, они про биткоин, они про крипто. По крайней мере, я ни от кого не слышал, как они любят CBDC и как они любят ФРС. Многие-многие и многие политики наконец поняли, что если ты поддерживаешь биткоин и поддерживаешь крипто, то политически ты выиграешь. Это лучшее политическое преимущество, которое только можно представить, потому что люди от инфляции уже устали. Они устали от обмана центробанков, и это уже известный факт. Изобретая биткоин, Сатоши Накамото обеспечил заинтересованность обычного человека в деньгах. Одновременно задаваясь вопросом, какого черта, ребята, вы печатаете? Скам-проекты в альткоинах также печатают без ограничений. И мое правительство печатает, как эти альткоины, выводящие деньги в последний момент. Что это такое? Мы начинаем в виде схожести в Цельсиус, Битконек и вашим центробанком. Вы начинаете понимать, какого черта? Биткоин же крайне заточен для борьбы с инфляцией. В каждом блоке текущая инфляция раз в 4 года уменьшается в 2 раза. Вы это понимаете, а также понимаете всю эту случайность. В скам-проектах, где люто печатаются монеты, включая ваше правительство. И вот что он говорит, послушайте его от первого лица. И вот что мне нравится в этом новом движении, в этой новой волне новых политиков, когда мы видим, что правда начинает вылезать наружу. А центробанки являются лишь очередным принтером денег. Просто очередным эмитентом какой-то нишевой валюты. Давайте послушаем. Биткоин. Люди говорят о биткоине повсеместно. Но мы не знаем, как работает биткоин. При этом люди говорят, что он может заменить текущую денежную систему. Вы допускаете такие обсуждения в Аргентине? Давайте сначала поймем, в чем же суть. А суть в том, что центробанки являются скамом. Ясно? Это такой механизм, который позволяет политикам обманывать честных людей, используя инфляционный налог. То, что из себя представляет биткоин, это возвращение денег к их изначальному создателю, частному сектору. Ведь деньги – это частное изобретение для решения таких проблем, как, скажем, бартерная экономика, двойного совпадения желаний и неделимости. Затем появились бумажные деньги и решили проблему транспортабельности. На самом деле у нас были разные валюты. Шерсть, пшено, соль. Тогда и появилось слово «зарплата». Отсюда, кстати, появляется суеверие о падающей со стола соли. И с течением времени этот процесс эволюционировал. И в итоге люди выбрали валютой серебро для небольших транзакций, а золото для больших. В дальнейшем, так как перемещать непосредственно золото было довольно опасно, люди решили размещать его на депозитах, а взамен получать подтверждающие чеки. А затем, в 1445-м, на Первом Женовецком Конгрессе, Штаты взяли и присвоили себе эксклюзивное право на печать денег. И заметьте, это законное платежное средство, и это ключевой момент, так как оно позволяет политикам обманывать вас через инфляционный налог. Алгоритм же биткоина построен так, что однажды мы достигнем максимума, и новых монет больше не будет. Он может конкурировать с другими валютами, на самом деле он конкурирует с эфиром, а также с другими. И плюс в том, что это возврат частных денег. Но в чем проблема? А в том, что государства не откажутся от предложения законного платежного средства, так как им они могут скамить вас через инфляционный налог. Биткоин же является естественной реакцией против скамерских центробанков и того, чтобы деньги снова сделать частными. Ведь огонь, правда? Давайте здесь остановим. Великолепно. Биткоин — это решение. Это ответ скамерским центробанком. И это исходит из лидирующего кандидата в президенты в Аргентине. Да с таким импульсом и с таким развитием событий Аргентина очень и очень быстро получит биткоин в виде законного платежного средства. И как вы сами знаете, этот рецепт рабочий. Это рабочая схема для того, чтобы обеспечить движение экономики. Если вы посмотрите на Сальвадор, то все мейнстрим экономики, про которые говорят «Ой, это так плохо, что вы связались с биткоином, это ужасно», у вас все схлопнется и вы обнулитесь. Но на самом деле вместо этого происходит то, что Сальвадор набирает скорость как никогда ранее. По факту деньги текут в Сальвадор как никогда до этого. И это то, что многие политики даже не могут себе предсказать, так как это вне их понимания. Это вне системы координат, в которой они живут. Не понимая, что распространение биткоина является великолепным для страны, но это происходит. Это происходит намного быстрее, чем многие могли себе представить. И сейчас эти политики находятся в глубочайшем шоке. Снова и снова. Итак, Аргентина следует по той же самой дорожной карте. Посмотрите. Я сейчас не буду говорить вам, что я же вам говорил. Речь о том, что сказал президент Сальвадора, когда Джей Пи Морган опубликовал свой отчет, и это произошло 4 августа, в котором, по сути, говорилось, что они пересматривают ВВП Сальвадора, и его фискальный дефицит сократился по причине того, что происходит сейчас с биткоином и тем, что они с ним делают. Поэтому все эти так называемые эксперты, которые на самом деле особо не понимают, так были настроены по медвежьи на Сальвадор, они говорили, что он уйдет в ноль. Но в реальности оказалось, что биткоин увеличил ВВП. И сократил фискальный дефицит. А теперь это делает и Аргентина.